Я твой Спасибо, дорогой Спасибо, любимый Присаживайся Не выходи из этой жажды Не выходи, потому что Ты можешь желать все в своей жизни Но если ты Одного самого ценного Не вожелаешь все напрасно Напрасно Твой фокус должен быть только на Иисусе Только на Нем Я понимаю, в твоей жизни много Есть разных сложностей, проблем Там денег не хватает Сахара не хватает Еще чего-то не хватает И первое дело, о чем ты просишь Иисуса Помоги мне Мне нужна еще как-то Продержаться на этой земле И Он это знает И прежде нежели, знаешь, вот я только что вспомнил Иисус сказал такое слово Прежде нежели ты попросишь О чем-то Отца Небесного Он уже знает Он уже знает Еще нет нужды на языке твоем Он уже знает твою нужду Но знаешь, прежде всего Он хочет, чтобы ты Искал общение с Ним Искал Его Искал только Его Знаешь почему? Потому что только Он дает жизнь Мы привыкаем, знаете, мы привыкаем слышать Свидетельство, что Бог дает Это классно Это свидетельство Был слеп, теперь вижу Пропадал и нашелся Знаете, что это? Это то, что Бог дал Да и аминь И мы свидетельствуем Мы будем больше свидетельствовать Но есть глубина Я хочу сегодня говорить об этой глубине Я хочу сегодня сказать Есть больше То, что ты ищешь Это хорошо Но есть сама цель Это Его Это Он Это Он, понимаешь? Это Он Это Иисус Он есть цель Того, что ты ищешь Он есть цель Кого ты ищешь Он есть цель, понимаешь? И Он один Да, они там в трех ипостасях троицы Но твой фокус Иисус Он тебя спас Он тебя оправдал Он обнищал на кресте Ради того, чтобы дать тебе жизнь Ты понимаешь? Твой фокус Иисус Я вот иногда так палец показываю Знаете, я вот смотрю на вас И этот палец двоится Реально, поставь свой палец вот так Попробуй Хороший эксперимент Я только что его заметил Смотри на меня Твой палец двоится Вот когда ты смотришь Не на то, что одно А куда-то дальше У тебя раздваивается фокус Ты должен смотреть на Иисуса Смотри на Иисуса А все пусть двоится Пусть умножается Слово Пусть умножается Как классно быть в портале Бога Откровения приходят на лету Пусть все умножается В твоей жизни Но тогда, когда ты смотришь на Иисуса Знаете, он был тот, кто умножал Но он был фокусом Он был фокус На нем был фокус Он был единственный Кто привлекал к себе внимание За кем шли толпы И они искали Иисуса И знаете, один случай Когда он накормил 5000 голодных Это только мужчин Вот И они потом искали Искали его Я хочу сейчас прочитать кое-что Может, ты это видел А может, еще не видел Поэтому, если у тебя есть Библия Открывай Но она у тебя должна быть всегда Не в письменном виде Но в электронном Она у тебя должна быть всегда Это тот фокус Это его слово Итак, смотрите Шестая глава Евангелия от Иоанна Шестая глава С 24 стиха Увидев Что ни Иисуса Ни его учеников Там нет Они сели в лодки И отправились Капернаум В поисках Иисуса Это очень важно Важно однажды увидеть Что его нету Знаете Важно его не терять Важно его не терять из виду Чтобы потом не искать его Чтобы потом не прилагать усилия Знаете как За Иисусом следовали ученики Было там трое таких самых искренних Было 12 Было 70 Было еще больше людей И знаете Кто-то Кто-то перестал видеть Не только Иисуса Но и толпу Настолько они удалились Понимаете Настолько отдалились От самого фокуса Центр всего Это Иисус За ним следовали И вот Вот эти люди Они уже Перестали видеть Не только одного человека Далеко Они уже Перестали видеть Всю толпу Которая ходит За Иисусом Они потерялись Теперь смотри Когда они нашли его Это очень важно Найти того Кого ты ищешь Когда они нашли его На другом берегу озера То спросили его Учитель Когда ты сюда пришел В ответ Иисус сказал им Истинно говорю Не потому вы меня ищите Что увидели чудесные знамения А потому что съели хлеб И насытились Съели Расслабились Съели Насытились А потом расслабились Расслабились И заснули Наверное На поляне зеленой Где много было хлеба И много было рыбы Они расслабились Они потеряли Из вида Иисуса И вот когда они Проголодали Знаете Голод не тетка Эти батоны Это рыба В желудке Ну на два часа максимум Ну на три часа Если много рыбы Мясо Ну рыба дольше Переваривается Наверное Через три часа Они опомнились Толкают Толкают Удовлетворили Свою физическую Нужду Нужду И вот вы И вот вы опять Здесь Почему Потому что вы Голодные Но вы голодные Не по тому хлебу Который сходит С небес А вы голодные По хлебу Которым вы Набили свой желудок И вам опять Хватит на три часа И вы опять Будете искать Ты понимаешь И он им так и говорит Трудитесь Не ради пищи земной 27 стих Трудитесь Потрудись найти Но найти Но найти не просто Тот хлеб Который Временный Потрудись найти Ту пищу Которая Неземная Которая Понимаешь Он говорит Трудитесь Не ради пищи земной Которая портится А ради пищи Которая Никогда Не портится И приносит Вам жизнь Вечную Он говорит Ему Он заменяет Они ищут Материальное Он говорит Знаете Вот это Портится Читай по губам Ты съешь Знаете Оно вошло И вышло И все И нету А тот хлеб Который приходит С неба Он дает жизнь И он входит В твой дух И он входит Не просто В твой желудок Он входит В твой дух Питает Твой дух А потом Твое материальное Твоя оболочка Она питается Уже От духа Поэтому Иисус И говорил Человек Живет Не хлебом Земным Но всяким Словом Сходящим От Бога Это Слово Несущее Жизнь И есть Дух Жизни Понимаешь Это я вам Сейчас Объясняю То что Иисус Уже Объяснял Им Смотрите 31 стих Наши предки Питались Питались Пустыне Манной Это говорят Люди ему Питались Пустыне Манной Которую Им послал Бог Как и написано В Писании И послал Он им Хлеб С небес Чтобы Они ели Тогда Иисус Сказал Им Истинно Говорю Не Моисей Послал Вам хлеб С небес Понимаете Опять Вот эти Два Фокуса Два Взгляда Они Говорили Они Думали Это Моисей Послал Понимаете Но Он говорит Моисей Это лишь Тот Который Ну Просто Попросил Да Тот Который В небо Возопил Но Он Говорит Это Отец Мой Дарует Вам Истинный Хлеб Небесный Ты Понимаешь Есть Тот Кто Приносит Хлеб Вы Думаете Пастырь Воскресенье Хлеб Вам Дает Это Вам Плохому Научили Там Где Вы Были Когда То Овцы Приходят Воскресенье И Пастырь Их Кормит Забудь Я Тебя Не Кормлю Я Тебе Не Нужен Знаете Почему Потому Что У тебя Есть Тот Кто Накормит Тебя Не На Два Часа Воскресенье Это Иисус Который Дальше Говорит Про Себя Он Говорит Ибо Хлеб Божий Тот Кто Приходит С небес И Приносит В мир Жизнь Они Сказали Господи Даруй нам Этот хлеб Отныне И вовеки Иисус Ответил Я И есть Хлеб Жизнь Приносящий Кто Придет Ко Мне Не Будет Никогда Голоден И Кто Уверует В Меня Никогда Не Будет Томиться Жаждай Понимаешь Суть В том Чтобы Познать Его Суть В том Чтобы Увидеть Хлеб Дающий Хлеб Приносящий И он 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 Говорит Это Я Этот Хлеб Понимаете Они Ищут Физический Хлеб А он Уводит Их Взгляд От Того Кто Дает Жизнь Вечную От Того Кто Есть Единственный Хлеб Пришедший С небес Который Дает Пищу Всему Что Окружает 47 Истинно Истинно Говорю Вам Верующий В Меня Имеет Жизнь Вечную Скажи Имеет Это Очень Важно Ты Не будешь Иметь Жизнь Вечную Ты Имеешь Скажи Я Имею Жизнь Вечную Потому Что Я Верю В Иисуса Это Очень Важно Ты Веришь В Него И Ты Уже Имеешь Но Ты Иногда Смотришь На Физическое Есть Нет Есть Нет Понимаешь И Твоя Жизнь Так же Само Как и То На Что Ты Смотришь Есть Нет Есть Нет Ты Понимаешь И Твои Молитвы Бог Дай Бац О Аллилуйя Воскресение Свидетельства Неделя Проходит Что Это Заканчивается Нет Бог Дай Бог Дает Ты Понимаешь Это Классно Мой Бог Такой Что Он Дает Всем Мой Бог Нежадный Ты Знаешь Иисус Как Охарактеризовал Отца Небесного Он Говорит Мой Отец Такой Что Он Посылает Дождь И на Праведных И на Неправедных И он Солнцу Поверевает Сходить И на Праведных И на Неправедных Ты Понимаешь Все Просят Вот Когда Прижало Господи Спаси Сохрани Господи Помоги Вот Когда Прижало Ты Понимаешь Он Дает Это Нормально Он Бог Любящий Ему Ничего Не стоит По богатству Своей Славы Дать Тебе То В чем Ты Нуждаешься Это Классно Штаны Летящие С неба Это Классно Понимаете Но Весь Наш Фокус На Том Кто Это Делает Понимаете Не важно Как он Это Делает Потому что Часто Наши Свидетельства Они Знаете Как Они Очень Конкретные Субъективные Я Не думаю Что за Последние Там Сто Лет У кого-то Штаны Летели Снизу Ну Сверху Ну На землю Понимаете То есть Или Через Сто Лет Это Будет То есть Это Настолько Индивидуально Настолько Неповторимо Что Я Не перестаю Удивляться О Насколько Бог Ты Изобретательный Насколько Ты Неповторимый Все Настолько Разное Понимаете Но Если Мы Начинаем Зацикливаться Знаете Как Часто Ко Мне Иногда Некоторые Подходили Те Которые Вообще Не Вкусили Как Бог Действует Кто-то Скажет Свидетельство А потом Подходит Говорит Слушай А как Можно с ним пообщаться Или с ней Там Сестра Какая-то Что Свидетельство А зачем Тебе А вот Как Она Молилась Вот Как Вот Ей Бог А Я Вообще Я Эти Формулы Все Рву Перечеркиваю Говорю Говорю Никак Отношение Твое С Иисусом Оно Определяет Ну Вообще Где Ты Кто Ты А потом Уже Иисус Даст Тебе То Что В чем Ты Имеешь Нужды Нужду Но Даст Так Как Он Это Хочет Знаете Он Благословляет Церковь Дарами И Дает Каждому Особо Как Ему Угодно Знаете Есть то Как Мы Хотим Как Мне Угодно Я Мое Для Меня Вот Как Мне Угодно Бог Яви А Бог Смотрит Нет Вот Здесь Ты Не Прав Ты Иди Ко Мне Люби Меня Будь Со Мной Будь В моих Руках Знаете Как Он Сказал Марфе Говорит Марфа Марфа Ты Суетись О многом Одно Только Нужно Одного Только Нужно Быть Со Мной Общаться Со Мной Потому Что Пока Это Время Есть Что Я Здесь Сижу У Вас Гостя Найди Минуточку Посиди Со Мной Поговори Со Мной Поэтому Не Суетись Будь С Иисусом А Он Уже Обеспечит Тебя Понимаешь Вот Вот Этот Фокус Искать Не Того Что Он Дает А Искать Его Найти Его И Не Отпускать Его Даже Тогда Когда Он Тебе Дал И Ты Наелся И Ты Съел Ищешь О Где Он Вот Не Допускай Себя До Этого Момента Как Допустили Эти Люди Не Допускай Потом Придется Приложить Усилие Чтобы Опять Найти Опять Войти В Это Присутствие Опять Держать Этот Праведность Мир И Радость Внутри И Не Отпускать Пойми И Он Говорит Дальше 63 Стих Дух Животворит Плоть Не Пользует Немало Ох Уж Этот Синод Перевожу Тело Не Имеет Никакого Значения Только Дух Приносит Жизнь Реакция Нормальна Имеется Ввиду Для Духовного Мира Также Для Физического Есть Приоритеты И вот Иисус Ставит Приоритеты Он Четко Говорит Дух Имеет Жизнь При этом Тело Оно Не Участвует В этом Потому что Ты не Можешь Помочь Твое Тело Уже Когда-то Помогло Твое Тело В Адаме Согрешило И ты Не Можешь Помочь Богу Понимаешь Поэтому Бог Не Нуждается В делах Рук Человеческих Он Не В рукотворенных Храмах Живет Золотыми Куполами И классными Иконами То что Апостолы Говорили Ходили В Деяниях Святых Апостолов Они Объясняли Наш Бог Он Вообще Он Не Вмещается Во Все Что Вы Построили Он Посмотрел Посмеялся Это Песочница Я Хочу Тут Жить Не Вы Не Поняли Что Я Хочу Поймите Тело Не Имеет Никакого Значения Только Дух Приносит Жизнь Иисус Ставит Приоритеты Это Не Значит Что Ты Забываешь О Своем Теле И Вообще Не Заботишься Иисус Говорил Ты Печешься Тело Не Важнее Души Да Так же Само Одежда Не Важнее Тело Есть Определенные Приоритеты Но Здесь Уже Иисус Копает Глубже Глубже Тело Пойми И он Говорит Глубже Тело Это Дух Который Приносит Жизнь Куда Он Приносит Жизнь Конечно Твоему Телу Конечно Если Там Сказано Что Тот же Самый Дух Святой Который Воскресил Иисуса Христа Из Мертвых Он Тот же Самый Дух Дарует Жизнь Вашим Телам Да Так Написано В современном Переводе Другие Переводы Тоже Об этом Говорят И вот Смотри Слова Которые Я Обращал К вам Дух И они Приносят Жизнь Но Есть Среди Вас Неверующие 64 Стих О хорошем О хорошем О хорошем И потом Но Есть Среди Вас Неверующие И он Говорил Дальше Там Об Иуде Который Предаст Знаете Но Самое Важное То Что Все Слушают Все Видят Одни Понимают Что слова Духовные Что Слово Его Суть Духи Жизнь А Другие Слушают Но Не Верят Вот Поэтому Он Говорит Но Есть Среди Вас Неверующие Поэтому Будь Верующим Они Неверующим Будь Верующим В то Слово Которое Он Тебе Говорит Будь Верующим В то Слово Которое Высвободил Бог Потому Что Здесь Важный Момент Тело Не имеет Никакого Значения Для Духовной Для Для Того Чтобы Что-то Бог Делал Во-первых Должен Быть Дух Когда-то Галаты Они Пытались Себя Знаете Как Под Ну Усовершенствовать Включить Тело Включить Служение Богу Телом Как Как это Было В Ветхом Завете И Когда Павел Говорил Галатам Вы Оправдывающие Себя Законом Остались Без Христа Отпали От благодати Галатам 5.4 Вы Оправдывающие Себя Законом Остались Без Христа Как Только Ты Включаешь Служение Богу Или Как-то Помощь Богу Физические Вещи Уповая На Себя Я Выучу Я Смогу Я Умею Молиться Я Умею Вот Это Делать Как Только Ты Включаешь Физические Вещи Иисус Смотрит На Тебя И Говорит Ты Не Понимаешь Насколько Важно Духовное Которое Первостепенно Насколько Важен Дух Который Дает Жизнь И вот Галат Они пытались Что-то Сделать И он Говорит Павел Говорит Вы Оправдывающие Себя Законом Остались Без Христа Вы Отпали От Благодати А мы Духом Ожидаем И Надеемся Праведности От Веры Ибо Во Христе Иисусе Не имеет Силы Ни Обрезания Ни Необрезания Но Вера Действующая Любовью Очень Важный Аспект Вера Которая Действует Это Тоже Духовная Субстанция Это Тоже Знаете Вера Она 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 Действует Она Выражается Но Если Ты Фокус Делаешь На Дела Тогда Вера Она 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 Уже Не Вера Вначале Вера Уверенность В невидимом То есть Это Не Видно Понимаете Точно Так же Как Иисус Говорил Про Хлеб То Что Вы Видите Ищите Но Начните Смотреть На То Что Вы Не Видите Но Я Вам Говорю Оно Есть Он Который Вы Должны Искать Я Хлеб С Неба Который Пришел И Вы Научитесь Видеть Сквозь Вот Это Которое Вас Окружает Смотреть На Невидимое Понимаете Вера Действующая Любовью И Что Мы Ищем Знаете Иисус Интересный Такой Момент Сказал Где Ваше Сокровище Там И Сердце Ваше Это Определение Просто Определение Как Определить Где твое Сердце Там Где твое Сокровище Как Определить Сокровище По Ценности По Ценности Почему Доллар Стал Дороже Это Не Доллар Стал Дороже Это Гривна Обесценилась Эмиссия И так Далее Экономика Гривна Обесценилась В 3-4 Раза А то Что Стояло Стабильно Оно Оказалось Для вас Дороже Вот и Все Смотря С какой Стороны Посмотреть Смотря С какой Стороны Посмотреть Ты понимаешь И вот здесь Определяется Сокровище И по Сокровищу В твоем Сердце Можно Определить Где ты будешь Можно Определить Кто ты Потому что Твоя ценность Это сокровище И ты Это сокровище Носишь Внутри И ты Сам Прилепляйся К этому Сокровищу Да, что твое сокровище? Что твое сокровище? Если твое сокровище Иисус, то неважно, каким образом Он тебе дает и что к тебе приходит. Он приказал ангелам от четырех ветров, они принесут, им вообще расстояние стены не проблема, все, проблема вот здесь у нас, заборы вот здесь у нас. Потому что мы ищем хлеб, который не тот насущий, сшедший с небес, а мы просим часто по молитве Отче наш хлеб насущный на сей день, и все, и ты зациклился этой молитвой всю жизнь, и Он тебе отдал сегодня, а вчера ты не помолился, и нету хлеба, понимаешь? И тебе нужен тот хлеб, который не прекращается, который не может закончиться, тот, который всегда источник, тебе нужен источник, а не просто ведро. Поэтому мы здесь с вами учим о том, чтобы найти источник жизни, найти источник, знаете, где постоянно вода свежая, а не так, о, у тебя нужда, на, брат, попей, я тебе жертвую от всего сердца стакан воды. Спасибо, закончилась вода, и опять нужда, и опять нужен хлеб насущный. Знаете, как Иисус сказал женщине-самаритянке, то, что вы здесь пьете, это хорошо, но есть вода, которая, о, она не прекратится. И Он говорил про Себя, Иисус сказал еще интересные такие две притчи, еще подобно Царство Небесное. Мне это нравится, знаете, у кого есть Библия, открой, это две хорошие притчи Матфея, 13 глава 44 стиха. Царство Небесное, Иисус приравнивает, Он говорит, подобно, если подобно, знаете, подобие это равенство. Царство Небесное равно, и теперь слушай внимательно, как Он объясняет, что такое Царство Небесное. Царство, еще подобно Царство Небесное, сокровищу. Ты понимаешь? Царство Небесное равно сокровище. Идем дальше. Скрытому на поле, то есть ты его не видишь, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет, и продает все, что он имеет, и покупает поле то. Ты понимаешь? Вот он увидел, что есть на поле сокровище, никто его не видел, но он увидел, увидел это сокровище, смотрит, все, я пойду, да, никому ни слова. Он идет, все, что у него есть, продает дачку, машинку, стиралку, неважно, есть то, ради чего он готов сделать это действие. Ты понимаешь, насколько это важно? Это духовные вещи. Знаете, то бред, когда там кто-то что-то продал, принес там еще что-то, без откровения, как у апостолов это было, это не работает, это форма. Люди оно продавали, в кредиты залезли, до сих пор вешаются там сложности такие. Есть духовные вещи. Иисус говорил о духовных вещах, потому что Царство Божие, это не пища и питье, дорогой, это не материальные вещи. Царство Божие, это праведность, мир и радость во Святом Духе. То есть, это что-то духовное, суть дух и жизнь. И вот смотри, как только ты находишь жизнь, ты видишь и ты понимаешь, если я сейчас, ну, скажу громко, если я сейчас что-то начну делать, я не смогу, понимаете, не смогу приобрести. Для тебя это настолько важно, настолько ценно, что ты готов отказаться от всего того, что у тебя было до этого, потому что то, что ты нашел, оно намного больше. Потому что то, что ты нашел, оно равно Царство Божье. И Царство Божье подобно сокровищу. Понимаешь, как ты между двумя этими знаками числа не меняй, равно есть равно. Ты понимаешь, это то, что тебя влечет, то, что тебя влечет, это Царство Его, это Он, это Иисус, Он есть сокровище, ради которого ты сделал определенные шаги в своей жизни. Ты понимаешь, как Павел говорит, я бегу, я стремлюсь, я как тот атлет, я забываю о всем том, что делают другие, но ради познания, ради того, чтобы быть с Иисусом, я готов на все. Понимаешь, это та жажда, которая тебя заставляет идти и отпускать в своей жизни то, что тебя удерживало ради одного ценного сокровища. Ты понимаешь, это значит, ты хочешь, ты понимаешь, ты хочешь, ты жаждешь, ты идешь и что-то делаешь. И следующий стих, еще подобно Царство Небесное, но уже купцу, купец, это богатый человек, который скупает все. Смотри, Царство Божье подобно купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужинку, пошел и продал все, что имел и купил ее. и это ты. Ты это жемчужина, потому что Бог, Он богатый Бог, Он благой Бог, потому что Бог, Он здесь Царство Божье, Царство Небесное подобно. И здесь приравнивается купцу, тому человеку, который имеет все. Иисус имел все на небе, и Он спустился здесь, и Он обнищал на кресте ради тебя. Ты понимаешь? И вот это, то, что мы часто думали, мы ищем жемчужину Иисуса, это ты жемчужина. Иисус смотрит на тебя и говорит, нет, это ты жемчужина, потому что ради тебя одного я бы пришел на эту землю, ради тебя одного я готов был оставить все, оставить все, продать все. А купцы это не бедные люди, не бедные, но если все его имение нужно было продать, чтобы купить хотя бы одну, это о чем-то значит? Это значит сокровище очень большое. Это значит ты сокровище, которое очень дорогое. если если все вот это действие сделанное две тысячи лет назад оно было для тебя значит это важно. Поэтому написано, что он прежде, нежели ты еще согрешил, прежде, нежели ты еще родился, он уже тебя выкупил, он уже обнищал на кресте ради того, чтобы ты обогатился его нищетой, его богатства, его славы достаточно для того, чтобы одеть тебя в свою праведность, в свою одежду. Понимаешь? То, что мы ищем, оно определяет, где мы будем. То, чего мы ищем, определяет, кто мы. Это очень важно. Схватись за это. Потому что слова, которые я сегодня говорил, суть духи жизнь. Суть дух и жизнь это духовные вещи. Духовные. это не материальные. А материальные, они потом будут подтянуты под духовные. Потому что дух, душа и тело. И никак иначе. Слова, которые я говорю, дух и жизнь, это жизнь пришедшая, она дает уже жизнь телу, жизнь окружению, жизнь всему, где ты находишься. Аминь.